Чем питается французский бульдог? Мой французский бульдог питается сухим кормом, и иногда я даю ему кусочки сыра как лакомство. Также он у меня есть трубец, тоже очень нам нравится. Иногда добавляю его в корм, иногда даю просто так, в сухом виде. Но извечный вопрос, чем кормить собаку, все-таки натуральной едой или сухим кормом, я, наверное, все-таки склоняюсь в сторону натуральной еды. Но следует понимать, что французские бульдоги – это аллергики, и далеко не все им можно. Очень сложно выбирать корм, у многих возникает аллергия, нужно с помощью проб и ошибок подбирать самый оптимальный вариант. Также и с обычной едой, с натуралкой тоже могут быть свои трудности. Но мне почему-то все-таки кажется, что натуральная пища предпочтительнее для собаки, потому что там все-таки натуральные ингредиенты, а не сухарики, как многие пишут в комментариях. И я с ними абсолютно согласен. Но поскольку я человек ленивый, сам себе-то не особо много наготавливаю, поэтому и собака у меня, соответственно, ест тоже сухарики. Но я хочу знать, что попробовать. У меня сейчас закуплен корм 18 килограмм, из них осталось, наверное, где-то килограмм 7. И как только мы сухой корм освоим, мы попробуем на натуралке посмотреть, как Марсик вообще зайдет, не зайдет, понравится ему или нет. Также хочу рассказать вам еще одну небольшую историю, которую нам рассказала соседка. Она переходила как раз с сухого корма на натуральную еду и обратила внимание, что у собаки стала намного лучше шерстка и перестали слезиться глаза. И после этой истории я как раз решил и попробую также с Марсиком такой эксперимент провернуть, потому что он у меня, слава богу, особо от аллергии не страдает, то есть не было особо каких-то проблем у нас ни разу. И он, можно сказать, всеядный. Поэтому большой шанс, что и с натуральной едой у него также проблем не будет. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, чем все-таки кормить свою собачку, натуральной едой или сухим кормом, потому что неохота заготавливать и что-то резать и готовить для собаки. Будет интересно почитать ваше мнение. И также не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, это помогает для продвижения канала. Ну и по поводу вкусняшек, раз уж мы о них заговорили, у Марселя 17 октября, будет день рождения. Все, кто хочет его поздравить, будет ссылочка на Donation Alerts. Я в этот раз сделаю возможность, чтобы вы оставляли сообщение, ваши поздравления. Обязательно зачитаем потом. И сниму отдельный ролик о том, как мы ходили с ним в магазин, как мы поздравлялись.